Всем привет и добро пожаловать на канал о вышивке Лаус Тичин. Сегодня я начинаю снимать новое видео, которое будет полностью от начала работы до готовой вышивки. И вышивать я буду вот такой замечательный сюжет «Садовые розы». Это вышивка крестиком, шестяными ниточками шерсть-акрил от компании Риолис и артикул этого сюжета 1046. Сюжет достаточно давний, 2009 года разработки. Я тогда еще даже не вышивала и никогда бы не подумала, что буду вышивать. Но сейчас этот сюжет у меня есть и это будет еще одна простая работа-отдыхалочка, которую я хочу выполнить достаточно в короткие сроки. Поэтому и видео будет одно на всю работу. Хотя размер этой вышивки в итоге будет немаленьким, 40х40 см, но размер в стежках всего лишь 121х136 см. И эта вышивка выполняется на 10-й конве. Давайте рассмотрим цвета ниточек, которыми будет выполняться эта вышивка. Их здесь достаточно немало. Всего на трех органайзерах размещены 19 цветов розовых и зеленых оттенков преимущественно. И некоторых цветов можно встретить по нескольку намоток на органайзере. Как, например, дважды намотан 13 цвет, пятый, четвертый, третий, второй и вообще достаточно много цветов здесь намотаны дважды. Особенно много зеленых оттенков, например, 17 цвета. Схема здесь стандартная для наборов Риолис. Покажу вам небольшой фрагмент. Цветы символьные на глянцевой бумаге, так как это оборотная сторона обложки. И тоже мне очень приятно вышивать по таким схемам, так как именно с таких схем я начинала вышивать. Ну что ж, мне пора приступать к работе. И в следующем кадре покажу вам некоторое продвижение. Покажу итоги первого вечера вышивки этой работы. Всего я потратила на этот результат 3 часа времени. И эту работу я также начала вышивать по цветам в пределах всей картины. Но схема здесь не самая простая. Необходимо все время внимательно высчитывать точное положение каждого крестика. И возможно в этой работе я буду вышивать по цветам в пределах фрагментов более маленьких, чем вся площадь зашивки. И за вчерашний вечер я полностью вышила 4 цвета. Я начала вышивать с красных оттенков с роз. Во-первых, потому что эти оттенки встречались вот начиная с середины работы. Середину я отметила себе водорастворимым маркером от прим. И никакой другой разметки я делать на этой работе не планирую. А во-вторых, я выбрала красные оттенки, потому что они очень яркие и очень приятно ими вышивать. Но мне в целом нравятся здесь все цвета и зеленые листочки тоже очень красиво выполнены. Вот такой первый небольшой результат, который уже показывает, насколько работа большая, в первую очередь, за счет каунта канвы. Ну, вот такой вот общий план канвы получается, а я продолжаю работать. Результат второго дня вышивки. Розы прорисовываются уже намного лучше. Вчера, во второй день вышивки этой работы, я вышивала 4 часа времени. И плюс еще 4 новых значка схемы. Я вышила самый темный зеленый оттенок, темно-коричневый изображающий веточки, светло-розовый цвет и белый, которого совсем немного. Розы получаются очень большие. Я вчера померила примерный размер цветов. И вот роза, которую я сейчас вам показываю, получится примерно 10 на 10 сантиметров. Хотя она даже не является самым большим цветком в этой картине. Ну, когда цветы будут готовы, будет тоже интересно померить размеры каждого элемента в этой работе. И еще раз покажу общий план за всего в сумме 7 часов работы. Результат третьего дня вышивки. Плюс еще 6 часов работы и 3 цвета. Это 2 розовых оттенка и самый светлый из зеленых. И на данный момент готовы уже 11 из 19 цветов. Они полностью вышиты на этой схеме. После 4 дней работы моя вышивка садовые розы выглядит следующим образом. В четвертый день вышивки я работала над этой картиной 3 часа. Полностью вышила еще один зеленый цвет. Один из темно-зеленых оттенков. И начала следующий. Вот этот цвет, который сейчас вставлен в иглу. И такие итоги получились за 16 часов работы в течение 4 дней. 4 дня я вышивала эту работу подряд. Со 2 по 5 февраля. Но пока сейчас в этой вышивке на некоторое время сделаю небольшой перерыв. Но по-прежнему буду снимать продвижение в это же видео. И в конце вы увидите полностью готовую работу. Итак, моя работа садовые розы готова. Мне потребовалось с последнего включения еще 2 дня вышивки. И я напомню, что вышивала эту работу со 2 по 5 февраля каждый день. А затем мне пришлось делать в этой вышивке перерыв. И вернулась я к ней 23 и 24 февраля. Плюс еще 14,5 часов работы за 2 вышивальных дня. И вот такой результат у меня получается. Результат мне очень нравится. Мне уже даже нравилась фотография обложки. Сейчас я вам напомню, как она выглядит. Вот такой результат нам обещали на обложке. Но в жизни, мне кажется, что получилось намного красивее, ярче. И особенно мне нравятся переходы розовых тонов на самих цветах. И всего на эту вышивку от начала и до конца мне потребовалось 30,5 часов. Или это 1 день, 6 часов и 30 минут. Итак, эта вышивка стала моей 11 готовой работой в 2018 году. И 6 готовой работой в феврале 2018 года. Покажу вам органайзеры с нитками. Чтобы посмотреть, сколько материалов остается. Всех цветов хватает с достаточно хорошим запасом. Меньше всего осталось 19 цвета, самого темного оттенка зеленого. Но он практически совсем чуть-чуть используется в этой работе. Также хотелось бы сказать, что эта работа помогла мне создать для вас еще одно видео. Если вы его не посмотрели, я оставлю для вас ссылку. Это видео посвящено моему способу вышивки на руках на столе. Без использования пялец, рам, каких-либо дополнительных приспособлений. И выбрала я именно эту работу, чтобы показать вам свой способ вышивки за счет плотной зашивки в 3 нити с шерстяными нитками Софил. И крупного каунта конвей, чтобы всем было удобно и видно. Поэтому, если вы еще не посмотрели это видео, обязательно предлагаю вам его посмотреть. А сейчас давайте посмотрим на вышивку поближе. Размер работы достаточно большой. Напомню, что это 40 на 40 сантиметров. Но вышивка выполняется на крупной конве Цвайгар 10 каунта. На этом я буду заканчивать свое видео об этой работе «Садовые розы». Надеюсь, что вам эта работа тоже нравится и было интересно смотреть за ее появлением. Спасибо всем большое за внимание. Спасибо за ваши просмотры. Не забывайте о возможности подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. И до скорых новых встреч. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!